Элла 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 Субтитры подогнал «Симон» Облако на поезд наплывает Субтитры подогнали Симон Посетили главпочтам знаменитой Нуарелли Музыка Субтитры подогнали Симон Вот эти деревья здесь совершенно не случайны Потому что в сезон дождей они собирают воду А в сухой сезон они отдают И чай от этого получается крепче и наваристее Музыка Тамилки Собирают чай Вот машут руками Денег хотят Вот так вот здесь строго Вот только что мы поснимали плантации чая И сейчас собранное женщинами месиво Раскладывают такие поддоны Вот вначале здесь их сушат Под ними вентиляторы на естественной температуре Двенадцать часов Покидаем место сушки Отправляемся в измельчительную Здесь чай перемалывают И он высыпается на пол Через сито Сито, которое отделяет мелкую фракцию От крупной Вот здесь идет сортировка На дорогой и на дешевый чай Итак Перед сортировкой Но уже после прожарки Вот это идет на удобрение Стебель А черный идет на чай Здесь идет сортировка Чайных листьев на удобрение На крепкий чай И на не очень крепкий чай В зависимости от величины листа А вот автомобиль чайного плантатора Остинг Кембридж Вот такая Харе Кришна сюда еще пробралась Тоже чай любят Очередное водопадище В этом конеч первая Кембридж Дерево под интересным названием пушечное ядро. Интересно, съедобное или нет? Тоже интересное небывалое дерево. Все в красных цветах. Ну и совсем оно высокое, совсем. А вот это листья, которые нападали с этого дерева. Дерево-медведь растет только на Шри-Ланке. Вот это не столб, ребята. Следим, следим, следим. Хоп! А это пальма. Вот выстриженные из кустов животные. Лебеди, черепахи, страусы. Славное получается, когда буйство красок и зелени сочетаются с огромным трудом, который вложили в этот сад люди. Прям красота. Да, ботанический сад Канди, конечно же, поражает. И своим разнообразием, и красотой. Ну, собственно говоря, и количеством народа в том числе. Смотри, какого человека нашли. Хороший человек. Люди приходят в прекрасный ботанический сад, отдыхают с семьями. Смотрите, а это грозди летучих собак или летучих лисиц, как называют. Но они абсолютно безвредные, потому что они питаются исключительно фруктами. Вот такое мусорское дерево тут растет. Дерево эротических желаний. Интересное дерево. Что-то оно мне напоминает. Слоновьи уши и хоботок. Правда же? Так, начнем свой рассказ о городе Канди с Квинс-отеля. Одно из достопримечательностей местных. У города Канди, так называемой третьей столицы острова, своя особая история и статус среди городов Шри-Ланки. Он считается священным местом у буддистов. Итак, королевский дворец, внутри которого находится храм Зуба Будда. Смотрите, как не мучают людей держать колонны. Слонов заставляют атлантами работать. Итак, легенда обретения реликвии буддистов всего мира, священного Зуба Будды, гласит, в 540 году до н.э. после его смерти тело по его личной просьбе было предано огню. Во время процедуры кремации один из его учеников успел выхватить зуб, который стал впоследствии достоянием всего буддийского мира. Собственно говоря, здесь он располагается. Идет жуткий тропический ливень. И все решили уделить побольше времени на медитацию и молитву. Первоначально Канди назывался Синкадагалла по имени отшельника Синкада. Королевский дворец здесь был построен во время короля Викамбалу III по совету Брамина, который избрал это место как самое подходящее для основания столицы. Город окражен великолепными горами с огромным озером и самой длинной рекой в Шри-Ланке. Канди был столицей королевства с 1592 по 1815 год, когда остров был включен в состав Британской империи. Несмотря на то, что большая часть королевской семьи Шри-Ланки погибла от рук британцев, город Канди, последний оплот местных правителей, сумел сохранить свое богатое наследие. Канди – столица самого главного и самого красочного буддийского праздника – Эсала-Пирахера. Это рынок в Канди. Сюда очень рекомендовали нам ходить, потому что здесь самые приставучие на Шри-Ланке продавцы. Итак, приставучие продавцы Канди отбили у нас абсолютно все желание ходить по рынку и вообще гулять по Канди. Валим в Сигирию. По пути зашли в фешенебельный бутик. Сейчас будем примерять. Канди – это город на Цейлоне, который максимально похож на Индию. Итак, второй по величине индуистский храм на Шри-Ланке. Как я уже неоднократно говорил, то здесь сингальцы, они в основном буддисты, а индуисты – это как раз тамилы. Так что можно с большой уверенностью сказать, что здесь мы находимся в тамильском обществе. Что бы это значило, штучка? Да уж, и впрямь сооружение грандиозное. Смотрите, какая добрая девушка, кстати. Ну, правильно, на нее столько понавешали. Она такая красавца. Завтра начинается большая пуджа, которая продолжится 10 дней. Вот идут приготовления. Приехали паломники из Джафны, все тамилы. Вот, украшают автобусы, окуривают. Наконец-то я увидел, как растет маракуйя, мой любимый пэшн-фрут. Вот он. Это лианы с плодами. Друзья, а вот это вот настоящее сафари на Шри-Ланке. Люди увидели слоника. Тем, кто был на африканском сафари, понятно, как это все смешно. Тут нет солнца. Тут нет солнца. Здесь лодка-симе-симе. Вот-вот-вот. Симе-симе. И это трое сына. Где-то. Дёх, дёх! По пути к скале Сигири, к дворцу Кашапы, мы заскочили к такому великолепному Будде в храм. Вот, и один монах, согласно современной моде, здесь даже с бородой. Ну вот, предположим, если по сиськам можно отличить монахов от немонахов, но достаточно сложно. А вот монахов непьющих от сильно пьющего отличить очень легко. Это, я так понимаю, прототип попрошайки и бомжа. Из надписи видно, что это ступа, но не очень прочитаешь имени кого. Хорошее местечко, очень памятное, называется Саба-Шалава. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и Сигирия, гора знаменитая. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, предпоследний день, идем на закупки чая и прочей фигни. Коломбо, экономическая столица Шри-Ланки. Площадь независимости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok